Под производственный гул руководства Политехнического университета и завода Тонар торжественно открывают новый центр профессиональной подготовки. В подобной лаборатории студентов обучают работе на современном оборудовании на базе реального предприятия. Ранее эта компания уже создала условия для обучения на полуавтоматических сварочных станках в техническом вузе. То, что мы сделали в учебной аудитории ВОЛТГТУ, это оборудование начального уровня, которое позволяет студентам получить базовые навыки. Здесь уже роботизированная сварка и лазерная сварка, это то, что сейчас появляется у нас на предприятиях и уверен появится на других предприятиях промышленных. И нам важно, чтобы студенты в процессе обучения познакомились с этим оборудованием, поняли, как его программировать. Завод рассчитывает таким образом получить новые кадры. Сейчас на производстве не хватает свыше ста человек, как рабочих, так и инженерных специальностей. Поэтому одна из целей – заинтересовать будущих профессионалов подобными практическими уроками, которые заменяют ученикам лабораторной вузе. Только вместо преподавателей ответы принимают опытные наставники из числа работников. В целом выглядит как очень современное предприятие. То, что я увидел, в целом меня заинтересовало. Практику можно проводить у них. И нам рассказали. Или устраиваться на работу. Вот я думаю, что этим я и займусь. Как будет практика летняя. Может быть, у них устроится. Тем более, производственная практика оплачивается. Ведь студенты выполняют реальные заказы. И могут прямо во время обучения поработать на нескольких крупных заводах в рамках своего профиля. Здесь мы не замыкаемся, что это только для машиностроения, а это только для другой специальности нет. И еще, что ценно, что такие учебно-производственные участки создались не только на этом предприятии, а еще и 5-7 предприятий назову. Это и станкостроительные, и медпресса, и роторы, и асбесто технические, и резино технические изделия. В этом году производственную практику здесь прошли около 30 студентов. Из них семеро уже работают на предприятии. В 2024-м руководство планирует не снижать планку. Тем более, вскоре на завод поступит манипулятор для листовой гибки, который начинающие инженеры в будущем тоже смогут опробовать. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.